Микс Ньюс. Утро на Болткоме. И с нами по скайпу магистр психологии, руководитель центра ИДИФИКС и социального проекта Дом Сказки, член правления Ассоциации психологов здоровья, писатель. Все ли я вообще упомянул титулы? Анна Кашина. По прошествии уже третья неделя идёт, да, получается, что чрезвычайная ситуация в Латвии и во всём мире. Мы знаем, что до нас, может быть, чуть-чуть позже дошло, до России ещё позже. И появляются рекомендации, как пережить дистанционное обучение детей, дистанционная работа. В общем, куча-куча вопросов, которые мы будем обсуждать сегодня. И вас, дорогие радиослушатели, призываем тоже звонить. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Итак, может быть, главный пункт, как же пережить самоизоляцию и не сойти с ума, если мы так коротко говорим. Главное понять, что это не очередной отпуск, в который можно успеть всё. Потому что у многих было такое ожидание, что вот сейчас начнётся карантин. И они уж, конечно, сделают там длинный список дел в 42 пункта, которые были отложены. Прочитают все книги, знаете, посетят все на свете курсы. А это действительно чрезвычайное положение, которое требует от нас мобилизации и силы. В общем-то, нам бы выжить, и уже будет тоже хорошо. Потому что то, что мы находимся дома, это означает, что мы всё время должны осуществлять несколько функций. Во-первых, быть учителями своим детям. Во-вторых, быть хозяевами в своём доме. Потому что, как ни странно, люди едят и оставляют за собой мусор. И это тоже нужно как-то уделизировать. И как-то, в общем-то, нужно самим дисциплинироваться. Если раньше нас дисциплинировали внешние обстоятельства. Например, ранний подъём. Необходимость быть в определённое время там на каком-то кружке. И наша рутина подстраивалась под какие-то внешние вещи. То теперь это мы те дисциплинаторы, которые определяют, когда в доме подъём, когда в доме отбой. И это тоже нужно объяснить окружающим. А ещё никто не отменял необходимость работать. Потому что для многих то, что они остались дома, это означает не только то, что наконец-то я займусь своими детьми, но и то, что я наконец-то должна одновременно заниматься своими детьми, своей работой, своим домом. А ещё вот эти проходить все онлайн-курсы и там читать все книги. Потому что, ну, я же запланировала как-то. И вот третья неделя — это тот момент, когда мы поняли, что наши планы и действительность — это всё-таки разные вещи. И пора пересмотреть всё-таки свой взгляд на то, как жить. И сформулировать какой-то новый план, который будет более объективен и применим к этой реальности. Ну, тут два момента, мне кажется, высвечиваются. Во-первых, вот эта вот дисциплина, график, что это? Распечатать, написать, 7 часов подъём, 7.30 зарядка, 8 часов начала учёбы, каждый там расходится к своему компьютеру. Как вот этот график распределить? И второй момент, как не превратить? Вот вы говорите совершенно, это действительно так справедливо, что сейчас у нас дом — это и школа, и дом, и спортзал, и место для отдыха. И как, сидя за столом, сначала поработать час, потом как-то смочь переключиться по щелчку, и, например, посмотреть фильм с полным, отпустить работу, не думая о том, что так, через час опять надо там что-то сделать, там, почитать книгу. Обычно, не знаю, мы в парк можем выйти, проветрить голову, а тут как бы мы должны это сделать вот в рамках квадратных метров. Ну, во-первых, надо понять, что кто-то в доме должен быть взрослым. То есть хотя бы один человек должен уметь себя мобилизовать для того, чтобы там встать поутру и объяснить другим людям, что вставать пора. То есть начинать нужно с себя, с того взрослого, который определяет весь этот ритм. И нужно самому поначалу научиться вставать, ну, как бы пораньше, может быть, не там в 10, как хотелось бы, а, допустим, в 8 хотя бы, для того, чтобы, ну, собраться, там, заняться собой, и потом уже, там, будить окружающих и объяснять им, почему им нужно вставать так рано и что им нужно делать. Вот. Должны быть достаточно чёткие и понятные аргументы, зачем это должно происходить. То есть люди должны понимать, что у них есть потребность учиться, потребность, там, не знаю, заниматься спортом, что нельзя целый день просто лежать на диване и, там, смотреть кино. То есть нужно выявить потребности. И лучше всего это делать, задавая вопросы, а не просто, знаете, вот эта аннотация родительская. Я сказала, потому что я взрослый. То есть нужно задавать вопросы, как бы, детям, которые их приведут к логичному выводу, что да, это здорово. Кроме того, у нас в стране, слава богу, полная изоляция, поэтому если мама чувствует, что всё, я больше не могу, и эти люди, которые мне очень близки, они мне просто отвратительны, то мама может прервать контакт, выйти и хотя бы, там, не знаю, час прогуляться, парк, лес, там, побережье, там, где она будет вдалеке от цивилизации, но при этом она сможет покинуть вот эту территорию четырёх стен замкнутых, где она одновременно и мама, и дисциплинатор. У меня вопрос личный. Вот как действительно справляется Анна Кашина с этими проблемами? Кто в семье вот именно тот самый дисциплинатор, который всех поднимает? И учитывая, что вот в самом деле ведь это работа и с детьми, кто занимается детьми, пока мама может быть на работе. Но у нас есть такой своеобразный дресс-код, это если у мамы есть красная помада, и она сидит перед монитором, это значит, что мама на работе. Когда мама возвращается, она это всё быстренько снимает и говорит, так, вот теперь я могу быть вся ваша. То есть у нас есть прям индикатор такой. И, как правило, дети с уважением относятся, но мы привыкли друг к другу, например, в комнату стучать. Поэтому ко мне никогда никто не заходит в том случае, если дверь закрыта, то есть кто-то осторожно поскребётся. Если я не открываю, значит, я, наверное, занята. И точно так же со своей стороны. Для того, чтобы эти границы соблюдались, я тоже должна их демонстрировать в обратную сторону. То есть я стучусь, не собрываясь, типа «Привет, что у нас с уроками?» А я так тоже тихонечко скребусь в дверь, и мне вот отвечают «Мам, заходи там, давай, можно». И мама вот уже приходит в этом «можно» и говорит «Ну давай, что у нас осталось?» Я никогда не спрашиваю, что ты сделала. Я спрашиваю, что осталось, как я могу быть тебе полезным, потому что может быть какое-то затруднение. И тут самое важное понять, что я не всегда должна брать на себя функцию учителя, хотя программа мне по плечу. То есть я могу объяснить, не знаю, что такое малярная масса, и как соединяются там металлы с кислотами, образуя соли. Я понимаю. Но мне гораздо лучше сохранить добрые отношения со своими детьми. Поэтому я ищу какой-нибудь внешний источник информации. Говорю, ребята, не могли бы вы по скайпу там позаниматься с моим ребёнком и сделать с ним, объяснить ему не потому, что я не могу, а потому что когда это делает другой человек, к этому относятся более снисходительные. То есть с репетитором, например, или с каким-нибудь студентом старших курсов дети занимаются с большим удовольствием, чем со своей мамой. А от мамы только пироги, любовь, поддержка. Давай, я верю в тебя, может быть, тебе печенек принесет. А вот по поводу дресс-кода. Это, в принципе, совет, в самом деле, для семьи, например, какой-то знак. Ну, я понимаю, что папа, наверное, вряд ли будет там... Галстук может. Может галстук, да. Обознавательный знак. Какой-то договориться в семье, что есть какая-то деталь, которая, если есть, то лучше не трогать, да? На самом деле это действительно очень здорово, иметь место для отдыха разграниченное, место для работы. Например, спальню оставить всё-таки тем местом, где я отдыхаю. А когда я перехожу в другую комнату, где происходит основная работа, что я вот там работаю. Если это невозможно, то я хотя бы переодеваюсь. То есть я провожу всё время не в пижаме, а я меняю одежду. Хотя бы для себя, чтобы объяснить. Вот это время для отдыха, я там в пижаме. А вот это время для работы. Я как бы в форме, ну, в своеобразной. И обратную сторону это тоже работает. Потому что если мама сняла условно красную помаду, то мама возвращается домой, потому что работа как жидкость или газ занимает всё доступное пространство. Для человека, который хочет всё успеть, он прям вот готов сидеть за своей клавиатурой прям с утра до самого вечера. И естественно, что все, кто его отвлекает, вызывают у него раздражение. Поэтому нужно чётко делить для себя. То есть всё, хватит. Я сегодня сделала всё то, что я могла. Теперь время заняться другими вещами. Это тоже, правда, очень такой важный момент, потому что многие отмечают, что работы стало больше. Да, как будто бы мы работаем и нету этого нормированного рабочего дня. Графика, да, что ты вот в 6 часов всё, ты всё-таки себя как-то оставляешь, работу на работе, и идёшь домой гулять, и заниматься обычными вещами уже без работы. А дома она как-то работая, она вот как вы правильно упомянули, что она действительно заполняет всё. Животные, сразу вот хочется спросить, они вообще понимают, что такое карантин, и что почему вот хозяева сидят всё время дома, и опять-таки это ведь большая помеха для человека, потому что, ну как объяснить там, не знаю, котёнку, который жаждет там внимания ласки, что ты на работе, или всё-таки… Что красная помада, и не надо подходить. Ну, надо понять, что всё-таки животные – это стайные существа, и они действуют по принципу стая, мы не должны к ним относиться как к людям, то есть это совсем по-другому. Если, ну, например, правильно разграничить пространство, например, у меня собака в кабинет не заходит, она знает, что ей сюда нельзя, даже если дверь открыта, она так высунется, постоит там, но она знает, что здесь не её территория, она не заходит, мы живём в частном доме, и поэтому она не идёт на второй этаж. Ну, как бы лестница открыта, но она знает, что это не её территория. Для того, чтобы это сделать, в общем-то, достаточно, ну, почитать Лоренца или вызвать к себе кинолога, и один раз обозначить эти границы, и самому себе их обозначить, что не надо кушать с одной тарелки, с собакой, там, и так далее. Сейчас мы, например, за дверью. У меня котёнок, причём кошка, и причём у неё сегодня март на дворе, то есть вроде как апрель, но она вот прям жаждет прогулок и особого внимания в этот момент нелёгкий для своей жизни. Но, тем не менее, я понимаю, что, ну, если я её сюда впущу, то по экрану вот будет бродить туда-сюда кошка. Это я расставляю границу и говорю, ну, вот кошка там. Её вот должен успокоить лабрадор сейчас, взять на себя функцию старшего. Ничего страшного с ней точно не случится. Понятное дело, что у неё есть желание, и у детей у нас есть желание постоянного контакта. Иногда мы берём его себе на руки, то есть мы не всегда там говорим, так, подожди. Иногда, когда это уже какой-то кризис, особенно если это ребёнок там до пяти лет, то проще взять на руки и говорить, так, вот смотри, мы сейчас будем с тобой работать и продолжать работать так же, пока ему не надоест. Он посидит там 15 минут на одном стуле, потом скажет, мам, мне скучно. Ты говоришь, хорошо, я разрешаю тебе оторваться от работы и пойти поиграть. Немножко такая позиция получается. Но при этом как не испытывать чувство вины, потому что, ну, когда, может быть, постарше дети, им уже полегче объяснить, а если дети там дошкольного возраста или первые школьные вот эти года, ну, вот ты вроде как понимаешь, что дисциплина важна, но чувство вины всё равно никто не отменял. И в этот же момент, когда, ну, а дети, они ещё бывают манипуляторами, и, ну, вот как в себе это чувство подавить? И надо ли его давить в себе? Я думаю, если мы регулярно испытываем чувство вины по отношению к собственным детям, то в карантин это чувство не исчезнет. Оно скорее окрепнет, потому что мы вроде как дома, вроде как вне зоны доступа. Тут нужно, ну, хорошо бы поработать, конечно, со специалистом, благо сейчас все принимают онлайн, и есть возможность, ну, вот как бы поговорить с психологом о том, что такое достаточно хорошая мать. У Виннико, это такого замечательного психолога, было понятие, что мать не должна быть идеальная. Мать должна быть достаточно хорошая. Это значит, что мы выполняем четыре главных функции. Мы, с одной стороны, для детей обеспечиваем, ну, там, еду, кровь, одежду. Со второй стороны, мы им учителя и помогаем им какие-то новые вещи узнать. С третьей стороны, мы дисциплинаторы, которые вот ставят вот эти границы, что там, например, интернет волшебным образом выключается в девять вечера, и все потихонечку начинают спать, да. И последняя, как бы вот четвёртая функция — это друг. И надо понимать, что вот я вот сколько могу, я даю столько, сколько и возможно сейчас на данный момент из моих собственных личных ресурсов, потому что больше, чем у меня есть, я всё равно дать не могу. И хотя бы для себя вот понять, вот я вот это сделала — молодец. И отмечать не только то, что я делаю плохо, а, я два часа сидела, а они там поднывали и хотели моего… А отмечать то, что я сделала хорошо. Мы здорово поиграли вот в это. Мы там вместе делали, я не знаю, там, пекли печенье или там готовили завтрак. Отмечать для себя, что я делаю хорошего, чтобы это как-то внутренне всё-таки коррелировало с тем, что я не идеальная, но достаточно хорошая мать. Да, у меня тогда вопрос уже касающихся семейных отношений. Вот мы знаем, что карантин становится испытанием для многих людей, которые всё-таки утром уходили на работу, вечером встречались, и вот эти пару часов, которые они проводили, им было достаточно обменяться впечатлениями. Сейчас, когда люди видят друг друга вот 24 часа в сутки, очень хорошо вот в последней масяне серии, посвящённой карантину, когда они ходят по квартире, «опять ты!», всё время натыкаясь друг на друга, «опять ты!». И вот это вот накапливающееся раздражение, и вот, казалось бы, люди, которые любят друг друга, им становится слишком много друг друга, они хотят друг от друга отдохнуть, вот не является, и, с другой стороны, их пугает. Как так? Ведь если я хочу отдохнуть от любимого человека, может быть, что-то случилось, может быть, я разлюбила, разлюбила, и вот что, нет ли в этом какой-то патологии? На самом деле, нужно опять понять, что это не повод для того, чтобы создать идеальные отношения в семье, идеальные как бы партнёрские отношения, прекраснейшая работа, замечательное самосовершенствование, потому что это невозможно. То есть в данном случае надо снизить градус перфекционизма, чуть-чуть всё-таки, и понять, что мы с вами на этой территории до конца карантина просто должны выжить друг с другом, ну как бы с наименьшими потерями. Понятное дело, что когда мы ограничены в перемещении, это уже является таким провоцирующим фактором для любой психики, в общем-то, даже очень здоровой, нам сложно в четырёх стенах. Особенно, когда действительно мы сталкиваемся с человеком всё время, нет никакого разнообразия, знаете, картинка не мелькает, и поэтому это не значит, что мы всё время должны взаимодействовать с детьми, с мужем. Это значит, что у меня должно быть время и для себя, поэтому я, помните, говорю, если вдруг вы чувствуете, что вы гораете, вы можете выйти из дома и просто походить для того, чтобы сменить картинку, это доступно. То есть у нас нет контроля за тем, чтобы мы не покидали территорию в 100 метров, слава богу, у нас не такой жёсткий, как бы сейчас карантин, и Латвия всё-таки более пустая страна, у нас нет таких огромных, знаете, городов, миллионников, где ты не можешь выясниться. То есть практически каждый из нас имеет доступ или парк, или лес для того, чтобы хотя бы просто походить по кругу, физически подвигаться и сменить картинку. Второе. У нас должно быть даже в доме всё-таки возможность, иногда, помните, в Масяне там тоже было, они уходили в особую квартиру, ну, в комнату, где у них там есть возможность побыть одному. Потому что, с одной стороны, мы говорим о социальной изоляции, невозможности общения с другими людьми, а с другой стороны, мы говорим о социальной нагрузке, о том, что рядом с нами всегда находятся люди, у нас нет возможности остаться одному. Поэтому, может быть, там, не знаю, вечерняя ванна, знаете, с хорошей книжкой, это не повод помыться, это повод тоже побыть одному и немножко разгрузить свой мозг для того, чтобы постоянно не взаимодействовать. Кроме того, опять же, когда люди пытаются построить отношения, они всё время хотят прикладывать какие-то усилия. Но не обязательно каждый вечер устраивать вечер со свечами. Мы иногда можем делать не только умные и очень полезные вещи, но и абсолютно глупые, смешные и весёлые вещи. Танцевать, вместе играть в Xbox, я не знаю, пугать своих детей за угла, и все они очень смеются. Это как бы разряжает саму атмосферу. Мы можем... Не обязательно всё время говорить по душам. Иногда мы можем просто, ну, не знаю, быть каждый там в своём углу и не вмешиваться в то, что делает твой партнёр. А что у тебя там на работе? А что ты делаешь? То есть это не значит, что всё время нужно этим интересоваться. То есть, может быть, вечером за ужином — да, но не всё время. Особенно, когда вы видите, что там уже партнёры уже так подкипает. В этот момент не надо в него тыкать ничего. В этот момент лучше оставить его в покое и дать ему возможность прийти в себя. И так же про себя. Если я подкипаю, сделать паузу, побыть одному, привести в порядок чувства и только потом разговаривать с окружающими. Мне бы хотелось отдельное внимание именно мужчинам в самоизоляции, в условиях этого кризиса, надвигающегося в том числе, потому что мы говорим уже, начинаем говорить о последствиях, как это аукнется. И мужчины, которым, ну, как мы знаем, им тяжелее открыть эмоции, они реже являются, там, например, клиентами психологов и прочее, и прочее, да, не подвержены этим стереотипам. Там мужчины не плачут и не слабые. И им сейчас, может быть, тоже тяжело, потому что они, там, это или бизнес, или работа, или они являются кормильцами. И, в общем, они как, ну, опять-таки, может быть, по стереотипам, что я глава семьи, должен быть сильный, а тут всё валится из рук, ещё и дома все там на мне висят. Что вот им делать в этих ситуациях? Как им выживать? Мы понимаем, что, да, разговаривать, но от разговоров, например, у них там работа лучше не пойдёт. Ну, вот смотрите, условия, когда невозможен длительный прогноз, то есть мы не знаем, что будет там в июне, когда конкретно закончится карантин, продлят его там до мая или до июня, когда это всё закончится, пока нету точных данных. Поэтому мы не можем делать такие дальние прогнозы, ну, то есть, коротко, это, получается, среднесрочные, то есть на сентябрь планировать сейчас что-то сложно, потому что условия всё время меняются. Но мы можем делать две вещи. Первое, мы можем делать то, что мы можем сделать здесь и сейчас, ну, то есть вот здесь и сейчас мне нужно сделать вот такой вот объём работы, вот то-то и вот то-то. И мы можем иногда мечтать о том, как будет через там два-три года, где он говорит, вот туда мы поедем, вот это мы посмотрим. То есть для того, чтобы не разгонять вот эту тревожащую постоянную мысль, которая заставляет меня реагировать, ну, например, там, как в стрессовую реакцию меня вгоняет, да, или в страх, в фобию. То есть если у меня есть эта автоматическая мысль, там, ой, мы останемся без денег, нас там выгонят из дома. То есть вот её стараться постоянно не думать, потому что когда мы её думаем, естественно, наше тело реагирует, да, то есть мы испытываем какое-то чувство, там, страх, гнев, да, и дальше реагирует наше тело, сердце начинает колотиться, мы ещё, там, дышим. И потом это, ну, выливается в хаотические действия, не приносящие никакого объективного результата. То есть от того, что я туда-сюда к холодильнику бегаю, да, от компьютера к холодильнику и обратно, на самом деле ситуация не улучшается. Поэтому надо понять, что, ну, вот, сейчас всё равно среднесрочный прогноз сделать сложно, поэтому я делаю то, что могу сделать сейчас, и думаю о том, как будет потом, когда всё это придёт в норму. Смотреть ли новости? Вот тоже такой вопрос, потому что я себе прекрасно, ну, представляю людей, которые там утром встают, проверяют, так, в Италии скончалось столько-то человек, в Соединённых Штатах столько-то, инфицированный, ну, то есть вот этот поток новостей, который вот разгоняет этот маховик тревоги, ну, вот с одной стороны, вроде бы, как будто бы как страус в песок, ну, мы должны быть в курсе, наверное, всё-таки понимать, понимать, там даже нам присылают специальные ссылки на СМС, чтобы быть в курсе, ну, вот ситуации в Латвии, если вдруг что-то произойдёт. Но нужно ли следить каждую минуту, проверять, обновлять новости? Ну, мне кажется, тут всегда и как во всём нужен баланс. То есть, с одной стороны, мы хотели бы оставаться в курсе, чтобы знать, например, что по двое уже можно, вот, например, собираться, а по трое уже нельзя, что там на выходных не работают торговые центры. То есть какая-то информация объективная, она нам нужна, но её количество и метод её потребления мы, безусловно, должны контролировать самостоятельно. И как мы это делаем? Мы начинаем отслеживать, а что в моей жизни вообще происходит? То есть как часто я хватаюсь за телефон и начинаю там вот скроллить эти бесконечные там новости и какие-то чувства во мне вызывают? То есть если каждый раз у меня ужасно там порс настроения, но я не могу остановиться, то это такой способ опять ограничить себя искусственно. То есть выделить себе, например, обеденное время и сказать, я все в новости узнаю в обед. С утра я работаю, вечером, допустим, у меня такой детокс информационный. А вот в обед я готова там поесть и 10-15 минут посвятить проверенным источникам тех, которые являются ближе к официальным. То есть, например, я могу смотреть, что говорит ВОЗ для того, чтобы видеть ситуацию в мире и выбрать какой-то один информационный источник, например, я не знаю, Болтком ЛВ или Микс Ньюз, и вот только его, и больше ничего не трогать. Потому что факты одни и те же, а интерпретациям миллион. И по большому счёту мы потребляем не сами новости, мы потребляем их интерпретацию. Ну вот тут такой момент, что, может быть, себе стоит тогда выбрать одного там лидера мнения, чьей интерпретации я доверяю, а остальных временно от себя отключить. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Напомню, магистр психологии, член правления Ассоциации психологов здоровья, писатель Анна Кашина у нас по скайпу, так что есть возможность у вас быстренько проконсультироваться, задать свои вопросы. И, кстати, вот у меня вопрос по поводу консультации. Вот как сейчас живут психологи? С одной стороны, ведь наверняка эта эпидемия изменила. Ритм жизни, то есть востребована ли сейчас эта профессия? Насколько психологи пытаются вести, скажем, приём, вот вы сказали, что онлайн? Вот эти какие-то моменты? Ну, конечно, все, кто мог, все перешли в онлайн. И более того, не только индивидуальная работа, но и групповая работа сейчас происходит через там скайп, зум, через разные программы, которые позволяют контактировать и не терять контакта с теми людьми, с которыми ты всегда был. Кроме того, всё-таки к психологам обращаются не только здоровые люди, которые имеют вопросы, как лучше, но и те люди, у которых испытывают значительные сложности. И поэтому, естественно, если у человека там депрессия и так, и если у него тревожное расстройство, то в момент кризиса вся эта ситуация обостряется. И поэтому иногда ты чувствуешь себя таким маленьким суперменом, который летит на помощь, тебе звонят в восемь вечера, человек, который не может дышать в этот момент, и у него паническая атака. Ты ходишь по дому и дышишь вместе с ним, успокаиваешь его. И да, действительно, люди попадают в больницу с инфарктом. Те, о ком ты вроде даже и не думал, что такое может случиться, потому что людям сложно. Это действительно так. И сейчас как никогда нужна помощь. И благо, во-первых, люди, действительно, психологи принимают онлайн. Есть очень много видов бесплатной помощи, которая тоже доступна. Поэтому если вы испытываете затруднения и вам не справиться никак, обращайтесь обязательно к специалисту. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот режим рабочего дня на удаленке из дома, когда работаете. Изменилось ли отношение ваших знакомых, которые звонят, просто поболтать, а вы им объясняете. Извини, я на удаленке работаю, у меня рабочее время. Звони позже. Или как это происходит у вас? Спасибо. Ну, если прям вот совсем просто про меня лично, то у меня есть авиорежим. И я понимаю, что, ну, я не могу, все время объяснять, и люди знают. Ну, дело в том, что я же психолог, и поэтому, когда я консультирую, я не могу сказать, вы тут поплачьте немножко, я сейчас поговорю по телефону, ну, буквально пять минут. То есть это невозможно. Поэтому все мои знакомые уже знают, что я могу не брать трубку. Я всем уже объяснила, что я, когда там работаю с людьми, у меня есть какой-то сет там клиент за клиентом, я в этот момент не разговариваю по телефону. Когда я заканчиваю, я обязательно отзваниваю людям, спрашиваю, что случилось, могу ли я как-то помочь, или это просто какой-то светский разговор. Ну, то есть я регулирую этот процесс, а не другие люди. Ну, так вот, как бы специфика работы в этом заключается. Но я думаю, что любой из нас действительно может тоже иногда выключать входящие звонки, или иногда ставить их на беззвучный режим и отвечать в тот момент, когда я освободился. Не теряет ли вот волшебной магической силы всё-таки работа психолога через скайп и прочие средства связи? Я, ну, просто приводя пример, есть театр, куда приходят люди, когда мы смотрим трансляцию спектакля. Всё-таки вот мы понимаем, что вот какая-то магия исчезла, то, что вот перед тобой актёр творит сиюминутно, это одно, а когда мы его видим на экране — другое. Вот вопрос, ну, такой вот теря... Ну, человек, на человека не теряет ли воздействие от психолога, какой-то доверительный, когда он лежит на кушетке, и психолог прямо с ним разговаривает индивидуально, а здесь как будто бы между нами расстояние? Я чувствую, что разница есть, безусловно, в том, когда человек рядом, ну, я вижу мелкую мимику, я могу, ну, прямо видеть, как у него там меняется дыхание, что его в этот момент очень сильно задело, вызвало какой-то большой эмоциональный отклик. Мне легче настроить рапорт, то есть я могу войти вот в его состояние. Конечно, это лучше, но в условиях особых мы здесь с вами исходим из того, что доступно. У меня есть ряд клиентов, которые, например, находятся далеко не в Латвии, например, у меня есть девушка из Хабаровска, Ближе, видимо, психолога не нашлось. У меня есть девушка из Маврикии, которая мне звонит, у меня есть люди из Франции, из Москвы, и мы работаем всё время онлайн, потому что нет возможности доступа, по какой-то причине они для себя выбирают какого-то специалиста, вызывающего доверие. И мы пытаемся работать теми средствами, которые имеются. Мне кажется, что есть разница между кино и театром, но то, что я не вижу актёра в непосредственной близости к себе, не делает кино для меня как бы жанром недостойным или каким-то не таким хорошим, как театр. То есть это по-другому, но это тоже иногда очень здорово работает на меня. Если к обществу вернуться, вот ваша такая оценка, как мы справляемся на сегодняшний день, как мы реагируем на те призывы и решение, например, того же правительства по ограничению. Мы злимся, ну, на улицу вроде там никто не выходит, но всё равно вы видите вот эту реакцию общества как в целом, и как её можно оценить? Что мы достаточно послушные и дисциплинированные, что мы понимаем, что это для нас лучше, или всё-таки бунтарское что-то в нас есть? Ну вот это нужно смотреть большие социальные процессы и видеть статистику, чтобы делать выводы. Я бы сказала, что в целом у нас люди очень дисциплинированные в Латвии, если мы, например, сравниваем себя с южными странами, там, с той же Италией или Испанией, то есть нам сказали, мы делаем, да, мы поднываем, то есть нам нужно, как-то разряжать эмоции нужно, мы ругаемся, ругаем правительство, ругаем организацию в школах, бубним на кухне, звоним своим друзьям и говорим, о боже, какой ужас, ну то есть мы должны об этом поговорить, потому что какие-то эмоции это всё-таки вызывает, но в целом заметьте, что люди всё-таки там пользуются дезинфекторами в магазине, что на улицах стало меньше машин, да, и вообще в целом улицы пустые, а это значит, что люди соблюдают те правила, которые как бы существуют, то есть, ну если мы посмотрим в целом, то закончились массовые мероприятия, то есть люди же не собираются, да, никаких тайных квартирников и ночных рейвов там вроде как не происходит, то есть мы всё равно пытаемся идти и следить за этим, кто-то, не знаю, возражает и говорит, что всё это всемирный заговор, за нами следят, там этот коронавирус придуман, вторые спорят и говорят, очнитесь, фиброз лёгких – это ужасно, то есть, ну, люди между собой спорят, и это нормально для разрядки эмоций, но из дома всё равно не выходит. И это радует в данной ситуации. У меня как раз, да, вот в продолжении вот этих эмоций, насколько действительно вот эти панические настроения, вот что страшнее, сам коронавирус или многие, ну, вот говорят, что, в принципе, вот люди, которые начинают очень панически к этому относиться, ну, не то, что вот соблюдают, ну, какие-то разумные правила, но они, ну, просто ограничивают контакт, у них начинает развиваться вот какая-то страшная фобия выйти из дома, с кем-то даже просто пообщаться. Вот это, ну, где вот разграничить разумное и всё-таки вот, ну, действительно, какое-то психическое расстройство на фоне вот этой коронавирусной инфекции? Вы знаете, ещё Фрейд в XIX веке, в начале XX говорил, что всё определяется размером шага. То есть, если, например, я тревожусь, но умею совпать со своей тревожностью, и меня может там отвлечь кино, разговор с друзьями, то я, в общем-то, ещё в норме. Если я не могу спать, я не могу есть, если я начинаю видеть и слышать то, чего не слышала ранее, у меня там фактически там состояние такое очень тревожное, если я понимаю, что жизнь становится для меня невыносимой, то это повод вообще-то заглянуть к специалисту или хотя бы проконсультироваться с ним, потому что, ну, на самом деле мы ничего не теряем, но мы хотя бы будем знать, я ещё окей или мне нужна помощь. И иногда она не так сложна. То есть ты, там, не знаю, пьёшь какие-то таблетки, ты проходишь какой-то терапии и учишься со своими эмоциями немножко всё-таки совладать. Потому что есть разница между тем, что мне тревожно от того, что случилось в мире, и разница между тем, что у меня фобия, и я задыхаюсь каждый раз, открывая дверь наружу, ну, там, внаружу, да, как говорила сама с матерью. То есть, ну, вот эта вот грань между нормой и ненормой, она заключается в том, мешает мне это жить или это нормальный уровень тревожности. Потому что вообще-то беспокоиться в данном ситуации есть от чего. То есть, да, действительно, мир переживает беспрецедентный опыт. И действительно, наша реальность, она сильно поменялась. И действительно, мы не можем сделать вот этот вот прогноз, скажем, на лето, что конкретно будет происходить. Но мы должны сохранять веру, во-первых, в лучшее в том, что и это тоже пройдёт. И понимание, что мы уже переживали кризисы. Мы переживали и дефолты, и мы переживали смены строя. Мы переживали разные вещи, которые происходили. И человечество всё ещё живо. И всё, в общем-то, развивается. Как понять, когда нужно обращаться к психологу? Или, в принципе, это можно сделать как профилактику для… Ну как мы ходим к врачу, не обязательно заболев. Я думаю, что психолог — это инструмент. Это действительно то, что делает качество жизни значительно лучше. Потому что для того, чтобы увидеть себя, нам нужен всегда другой. От того, что я внутри хороший психолог, у меня тоже есть психолог. То есть я хожу только к психологу, естественно, потому что я не могу размножать тараканов своих с чужими. Поэтому у меня есть психолог, у меня есть супервизор. И я думаю, что мою жизнь это очень сильно улучшает в том плане, что, во-первых, у меня есть очень близкие, доверительные отношения с другим человеком, который от меня никак не зависит, он видит меня более объективно. Кроме того, это всё-таки человек, у которого есть набор инструментов, которые, может быть, я не всегда применяю в своей жизни, даже не думаю, что в моей жизни это было бы хорошо. И когда ты понимаешь, что у тебя есть человек, который всегда за тебя, он очень близок к тебе и знает весь твой бэкграунд гораздо лучше, чем твои близкие, потому что он никак от тебя не зависит, ты не можешь его обидеть, если расскажешь про свои настоящие чувства. Если он обладает огромным количеством инструментов, которые может тебе предложить, чтобы ты взглянул на свою жизнь немножко со стороны и сделал вывод, а что же я могу сделать такого, чтобы жить лучше, комфортнее, чтобы принимать себя и окружающих, то, конечно, я думаю, что такой вообще человек нужен был бы каждому. Ведь только вопрос в том, когда мы это осознаём, в какой мере мы это можем к себе применить, ну, наверное, и в том, когда это жизненно необходимо, а когда это желательно, но не обязательно. Совсем мало времени у нас уже остаётся. Вот мы начали с того, что третья неделя уже, четвёртая неделя, три недели уже прошло. И если сначала Инстаграм и соцсети были заполнены всевозможными марафонами, спорт, список книг, которые надо прочитать, список фильмов, которые надо посмотреть, сейчас уже, вот я обратила внимание, на выходных такой, ну, чуть ли не флешмоб, перестаньте пытаться быть продуктивными. Потому что это очень давит, и вот к концу третьей недели люди уже как бы, вот вроде как все на карантине, а ничего не посмотрел, ничего не почитал, ничего полезного не сделал. Имеет ли это место быть? И действительно, надо ли себе как-то эту мысль в своей голове размножать, что всё-таки возможно, ну, не сейчас я посмотрю все фильмы на свете и прочитаю все книги? Я думаю, что снизить к себе объём требований и перестать себя мучить тем, что я должна быть там идеальным человеком, который вдруг всё успел, это вообще очень здраво, потому что мы делаем то, что мы можем. А сейчас на нас действительно увеличилась нагрузка, потому что мы одновременно выполняем несколько социальных ролей, нам некому перепоручить. То есть мы должны сделать очень многое. И поэтому нужно уметь относиться снисходительно не только к другим, но и к себе. Это, правда, очень помогает для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Сделали по минимуму? Молодцы. Всё остальное – это бонус программы. Отлично. Одно дело для себя сделал за день? И это хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Будем заканчивать. Магистр психологии, руководитель Центра идеи ФИКС социального проекта «Дом сказки», член правления Ассоциации психологов здоровья и писатель Анна Кашина была у нас по скайпу. Спасибо. Хорошего дня. Продуктивной недели.